Добрый вечер, дамы и господа, друзья, товарищи! Сегодня отвлечемся от посуды и посмотрим другую красоту. Хочу показать свои любимые красивые броши. Начну вот с этой красавицы, одной из моих очень любимых брошей. Вот такая красавица с таким красивым кабошоном, всё в крапанах. Здесь, по-моему, это скань называется, прелестная. Эта брошь ко мне попала среди разных мелочей, которые мне привозила моя Наталья. И вот когда я стала перебирать всё это, и наткнулась на такую красивенную винтажную брошь. Сразу видно, что она старенькая, довольно винтажная. И так, где у меня... А, вот. Вот такая застёжка с длинной иголкой. Говорит о винтажности. Потому что сейчас все застёжки короткие никогда не выступают, да и они совсем другие. Это встроено вовнутрь. Ну, красота! Мне очень она нравится. Ну, наверное, предполагаю, что это чешская брошь. Так, вот ещё одна красавица моя любимая. Здесь тоже преобладает скань. И кабошон в виде малахитового стекла. Ну, очень напоминает малахитовое стекло. Красота! Жемчужины здесь и здесь. Эту брошь... Ну, тут... А, эту брошь я купила на элитной барахолке лет пять тому назад. Ой, путём что-то не видно. Вот такая тоже застёжка. Красота! О, фокус появился! Ну, я не могу сказать, чья она или наша советского производства, или тоже чешка. Ну, скорее всего, чешка, я так думаю. Вот такая прелесть. Ну, вот эта брошь очень напоминает изделие московского завода «Рекорд». Потому что я как-то смотрела видео. Все были рекордовские броши. И очень-очень напоминают вот такие формы там были. Конечно, утверждать не могу. Но интуиция моя подсказывает, что это наша советская брошь, именно завода «Рекорд». Ну, кто занимается винтажной бижутерией, в частности, брошями, они сразу же определят. Вот, может быть, я ошибаюсь. Ну, конечно, я же не утверждаю, а просто предполагаю. Потому что здесь маркировок нет у моих брошей. Даже если бы она и чешская была, в основном на них нет маркировок. Это уже американские броши. В основном имеют маркировки американские, английские, итальянские, как я знаю. Ну, есть ещё австрийские, но в основном американские. Эти бренды по названию я, конечно, многие знаю. Но определить навряд ли бы смогла. Вот такая прелесть. Мне очень-очень нравится. Все кристаллы закреплены крапанами. Очень устойчивы. Все блестят, сверкают. Прекрасная брошь. Так. Ещё одна. Ну, вот эта брошь, мне кажется, советская. Наборная, по-моему, называется, если не ошибаюсь. Жемчужины. И внутри, как цветок, тоже жемчужина. Видно сразу, что она очень даже винтажная. Вот это вот, по-моему, это латунь. Мне так кажется. Иголка тоже длинная. Красота. Мне лично очень нравится. Так. Так. Ну, вот эта брошь. Я вообще очень люблю камеи. Если даже это кулон, или брошь, или серьги я видела. Все-все камеи мне абсолютно нравятся. Но эту брошь кто-то переделывал. Может быть, это и не была брошь. Потому что, смотрите, вот это есть место для кулона. Ну, мне так кажется. То есть, вернее, эту брошь можно сделать из нее и кулон. Вот эту штучку кто-то приклеил. Может быть, сломана была здесь застежка. Но это не имеет особого значения. И, главное, мне эта брошь с камеей очень нравится. Так. Вот еще одна брошь. А, кстати, эти броши я тоже купила на этой элитной барахолке. Про которую я всегда говорю. Вот такая красавица. Ну, для меня лично красавица. Может, кто-то даже помнит. Эту брошь я как-то показывала. Мне она напоминает, смотрите, тоже глаза, маску и глаза. Так. Ну, эту брошь я сделала сама. Нашла такую заготовку. То есть, это вот такая была. Откуда она взялась, я не знаю. От чего она. Может, от сумочки. Может, еще от чего-то. Может, и от обуви. Ну, вот эти кристаллы я сама приклеила. И получилось, как глаза. И здесь застежку такую приклеила. Современную застежку сразу видно. Но я думаю, что смотрится абсолютно неплохо. Никто бы и не догадался. Мне лично очень нравятся кристаллы. Вот. Блестят и сверкают. Так. Дальше. Вот такая прелесть в виде бантика. Эту прелесть я тоже покупала на элитной барахолке. Ну, довольно-таки уже давно. Года три тому назад. Продавали ее как винтажную. Но она и есть винтажная. Такая застежка. Именно винтажная. Как булавка. Сейчас таких застежек нет. И не делают. Сейчас броши абсолютно другие. С другими застежками. Хоть она и простенькая. Но мне вообще такие броши в виде банта очень нравятся. Дальше пошли. Вот еще такая красавица. Ну, просто прелесть. Кругом кристаллы. Тоже в виде банта. И с листочками. Кристаллы янтарного цвета. Прелестная брошь. Мне очень нравится. Ну, я думаю, что это тоже чешка. Вот такая винтажная застежечка. Ну, не буду это показывать особо. Все это... Все это в основном все видели. Кто этим увлекается. Красота. Такая брошировка прекрасная. Прелесть. Очень-очень нравится эта брошь. Так. Ну, вот такая брошь у меня появилась. Не могу сказать, что она очень винтажная. Ну, так. Снова по интуиции, по взгляду опытному. Сколько я их уже пересмотрела. Года три, наверное, уже броши смотрю. Может, уже и четыре. В начале я увлекалась именно винтажной бижутерией. Потом переключилась на посуду. Вот такая прелесть. Вся в кристаллах. Это как не стразы, а больше называются кристаллами. Стразы в основном идут пластиковые. А это стекло. Это сразу видно, что это стекло. Вот такая красота. Не могу сказать, что она очень винтажная. Но иголочка тоже длинная. Ну, примерно, я так думаю, и восьмидесятых годов. И начало девяностых, может быть. Но никак не шестидесятых и не семидесятых. По обратной стороне можно понять. Да и так. По сохранности обычно всегда можно понять. Старое, как говорится, старое всегда. Что-то выдает старость, винтажность. Так, ой, ну вот это тоже такая красотка. Такая прелесть. Так она мне нравится. Просто изумительная красота. Вот так я показывать как-то не умею. Но попробую. Изумительная. Здесь как бы преобладает и бензиновое стекло, или как карнавальное, и как и Аврора Бореалис, вот эти все камушки, кристаллы. АБ, а это как карнавальное стекло. Очень красивое. Комбинированные стекла. Ну, я так считаю. Кристаллы. Очень красивое. Сохранность великолепная. Тоже покупала на элитной барахолке. Цена была довольно-таки высокая. Да и мной почти все эти броши. Почти все они по высокой цене куплены. Ну, тоже где-то года три назад я покупала эту брошь. Вот такая застежечка, встроенная вовнутрь. Красота. Очень мне нравится. Ну, предполагаю, что это тоже чешская брошь. Так, вот еще одна красота в виде жемчужной веточки. Очень люблю такие броши в виде цветков, жемчужин, листочков. Очень нравится. Да и вообще, как вы знаете, мне всегда все нравится. Ну, разве может, такая красота кому-то не нравится. Конечно, у каждого свой вкус. Но я еще раз повторюсь, я абсолютно, абсолютно непридирчива ни к чему. Не избалована всем этим. Поэтому мне абсолютно все-все нравится. Вот такая прелесть. Сохранность великолепная. Ой, что-то я все неправильно. Вот эта задняя сторона. Иголочка длиннющая. Тоже очень винтажная брошь. Предполагаю, конца 60-х, начало 70-х годов. Но чьяна тоже сказать, конечно, не могу. Может быть, советская. Были бы маркировки. Тогда еще как-то что-то можно определить. Так. Ну, вот эта брошь. Так. Если я не путаю с другой. Ну, по-моему, вот эта. Эту брошь. Так. Это тоже все с элитной барахолки. А это именно личная моя брошь. Она у меня появилась примерно в конце 80-х годов. Но я ее не покупала, мне подарила моя одна подруга. Ну, как подарила? Ну, просто отдала. Даже не как подарила. Ну, я, как всегда, раз мне отдают красоту, я и забрала себе. Поэтому сказать я не могу, каких она годов. Ну, у меня появилась в конце 80-х. Скорее всего, это брошь 70-х годов примерно. Ну, очень старенькая. Давно она у меня лежит. И, может быть, у нее лежала. Но она говорила, что мне не нужна. Откуда она появилась, она тоже не знала. Вот, говорит, и лежит, и лежит. И отдала мне. Вот такая брошечка. Она уже по дее не помнит. Подруга моя Людочка. Она живет в Петропавловске. Людочка, если ты меня смотришь, большой тебе привет. Мы с ней уже дружим много-много лет. Вот такая брошь. Ты, наверное, уже и не помнишь. Это ты мне ее когда-то подарила. Вот такая. Так. Ну, вот, еще одна. Не сказать, конечно, что она красотка. Очень простенькая, маленькая. Может быть, это даже не брошь, а значок. Хотя значки с такими бусинками не бывают. Я думаю, что это просто простенькая такая брошь. Фокус не делается абсолютно. Но здесь цена даже стоит. Вот она цена. Так. Посмотрим, может быть. Так я увижу цену эту. 54, что ли, копейки. По-моему, 54 копейки цена. И здесь даже вот, наверное, логотип завода, видимо, стоит. И застежка тоже, хоть и коротенькая, но выходит за пределы застежки иголочка. Да, конечно, тем более с ценой. Годов, наверное, 70-х. Это брошь. Так. Тоже, кстати, она тоже куплена на барахолке. Вот такой эмалевый верблюдик. Очень люблю эмалевые украшения. Ну, не только украшения. Видели, вот подстаканники очень. Вообще все с эмалью очень-очень люблю. Красота. Такой миленький, чудесный верблюдик. Так, посмотрим застежечку. Вот такая интересная застежечка. Вот она. Быстренько делается все. Открывается и закрывается. Тоже очень винтажная эта брошь. Ну, точно каких годов, конечно, сказать не могу. Здесь маркировка какая-то, что ли. Что-то там как будто бы есть. Ну, вообще-то я разглядывала, ничего не видела. Тоже брошь эта куплена на барахолке. Вот такой верблюдик. И последняя на сегодня брошь. Вот такая красота в виде шарфика. Ну, я так думаю, что это шарфик. Здесь кристалл тоже янтарного цвета. Здесь маленькие кристаллы. Очень-очень много. Все усыпано кристаллами. Сохранность великолепная. Утерь никаких нет. Вот такая брошечка в виде шарфика. С такой застежечкой. Тоже старенькой. Тоже покупала на этой барахолочке. Ну, брошь в основном все из барахолки. Именно из этой элитной. Ну, вот и все, дамы. Ну, в основном дамы же. На сегодня все. Все, что смогла показать. Надеюсь, вам тоже понравились мои винтажные броши. Мне они очень и очень нравятся. Приятного всем просмотра, дорогие мои. Здоровья всем. Мирного неба над головой, как всегда. И всех-всех волшебных благ. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok